Большего количества лжи и неправды я не видел в художественных произведениях и в документальных, чем в этом сериале, в этих пяти сериях. Главное ощущение Чернобыля, что мы сделали то, что невозможно сделать. 8 сентября в рамках 32-й международной книжной выставки в Москве читателям была представлена книга Владимира Губарева «Вся правда о Чернобыле». Будучи редактором научного отдела газеты «Правда», Владимир Степанович стал одним из первых журналистов, прибывших на место аварии в первые дни трагедии. Накануне презентации мне посчастливилось взять интервью у автора, но прежде чем вы его услышите, мне хотелось бы сказать несколько слов об этом уникальном человеке. Владимир Губарев не просто журналист, можно сказать, он основоположник научной журналистики в нашей стране. Имея высший доступ секретности к научным разработкам, он, по сути, стал летописцем как атомного, так и космического проектов СССР. Помимо журналистики, Владимир Степанович – писатель и драматург. Его пьеса «Саркофаг» была поставлена в 60 странах мира. Владимир Губарев – человек эпоха. Владимир Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. – Честно говоря, мне сегодня даже сложно, я не знаю, с чего начать, потому что вы человек легендарный. – Надо сказать, легендарный, действительно, но я легендарный со справкой. Совсем недавно я получил бумажку такую от Союза журналистов России, что я легенда российской журналистики. И поэтому я теперь говорю, что я легендарный со справкой. Значит, заслуг здесь моих мало, главное, в жизни повезло. Вот так сложилась судьба, благодаря тому, что я пришел в отдел науки комсомольской правды в 60-м году, в декабре, что у меня был прекрасный учитель Хвостунов Михаил Васильевич, он же Васильев, и что тут же обрушились события, которые стали судьбоносными не только в стране, но и в мире. Я имею в виду космос и ядерные дела. А так как у меня была первая форма допуска, это допуск к совсекретным работам, без права приближаться к государственной границе на расстоянии 100 км. – То есть, секреты у нас были на расстоянии 100 км. – Да, до границы нельзя было приходить, как атомщикам никому нельзя было приближаться. Но для нас, нескольких человек, журналистов сделали исключение. То есть, нам разрешили не только приближаться, но и ездить за границу, в том числе в одиночестве. Это было полное доверие к нам, и, честно говоря, вся пятерка оправдала это доверие. Ни одного государственного секрета, честно вам могу сказать, не выдали ни американцам, ни французам, никому. – А был шанс? Интересовались? – Интересовались. – Ну, они достаточно хорошо, особенно в Америке, где я был много раз, они знали, чем я занимаюсь и к каким делам имею отношение. Но они почему-то считали меня офицером КГБ, хотя, честно говоря, я не был в КГБ. – То есть, боялись все-таки подходить? – Нет, они так и говорили. А, вы из КГБ, тем более, что однажды я ездил руководителем делегации в Соединенных Штатах, одной из первых делегаций молодых политических деятелей, я был во главе. – И я здесь настоял о том, чтобы у меня не было никого из КГБ. Потому что я говорю, ну, американцы быстро раскопают, кто КГБ, зачем это нужно. Я говорю, давайте так, чтобы в моей делегации, может быть, будет сотрудник, но чтобы я даже этого не знал. И вот там мы, когда познакомились с помощником президента Форда, он говорит, мы долго выясняли, кто у тебя в группе из КГБ. – Говорит, так и не нашли, мы поняли, что это ты. – Понятно. – Ну, ты зачем двоих работу делаешь, да? – Да, ну вот. Но я не был в КГБ, так, но это было замечательно. Одна из первых поездок была потрясающая совершенно поездка. Поэтому, когда я говорю, так судьбой сложилось. Я был сам молодым в Комсомольской правде сотрудником, потом сам молодым заведующим отделом, потом сам молодым заместителем главного редактора, потом сам молодым научным обозревателем правды. То есть, везде был молодой, и так я и чувствовал всю свою жизнь, поэтому ездил везде, где возможно было, где было невозможно. Но однажды во время компании я какой-то друг, хозяин сказал, а теперь предоставим слово старшему в нашей компании, вам, Владимир Степанович. И я вдруг понял, что я уже не самый молодой. Но если оглядываться назад, я сам поражаюсь некоторым вещам, но для меня полет Юры Гагарина был позавчера. Настолько прекрасные воспоминания. Для меня Чернобыль был вчера. Настолько прекрасные воспоминания. И очень многие события, я сам поражаюсь, что мне в той или иной форме приходилось в них участвовать. Но это связано прежде всего с тем, что я работал в прекрасной газете «Комсомольской правды». Она воссоздавалась, потому что Аджубе ввел лучших сотрудников в известие. И мы пришли молодые. А так как мы не знали-то о всех этих законах, им мы делали все, что мы хотели. И вам разрешали? А мы не очень спрашивали. Почему-то вот все говорят, спросите разрешение. А я всегда говорил одну вещь. Когда что-то говорили не так, я говорю, докажите, что этого делать нельзя. Это очень важно. Не спрашивать разрешение, а требовать от того, кто запрещает, чтобы он объяснил, почему запрещает. И так было с пьесами. Так было с очень многими материалами. Но самый, может быть, известный случай – это история с генетикой, когда где-то от незнания, где-то от бесшабашности молодой. В 1963 году я напечатал в газете «Комсомольская правда» маленькую реплику по журналу «Агробиология». В смысле такое, что такое вообще? Выходит журнал, научный, главный редактор Лысенко, и на каждой странице его по 10 раз упоминают. Что это такое? Ой, какой был взрыв. И Лысенко пошел в ЦК, нажаловался, меня вызвали в ЦК, в сельхозсотдел, сказали, немедленно исправить, поезжайте к Лысенко, он вас ждет, сделайте с ним интервью для «Комсомольской правды». Поехал Лысенко, два дня мы с ним, два вечера мы с ним провели, но у меня случилась творческая неудача, не получилось беседы, в журналистике это иногда бывает, потому что в это же время я поехал к опальному член-корреспонденту Дубинину в его подземелье, на Баумовском, он работал, в его лаборатории была в подземелье, и с ним мы сделали большое интервью, которое называлось «Два полюса жизни», оно получилось. И тогда, значит, я привез в газету, к Ворону зашел, прекрасный был главный редактор Юрий Петрович, поэт, замечательный человек. Он говорит, ты хоть бы с кем-нибудь согласовал. Я говорю, ну, могу, говорю, с Келдышем согласовать. Келдыш только что был избран президентом Академии наук, и ко мне очень хорошо относился, потому что я его тоже раскритиковал, не успел он стать, прохладный к мерзлоте. Ну вот, и у нас с ним добрые отношения сложились. Я говорю, могу показать Келдышу? Он говорит, ну, покажи хоть кем-то заручиться, какой-то поддержкой. Я поехал, Мстал Федорович отдал материал, он мне позвонил вечером, говорит, Володя, это печатать нельзя, мы сами разберемся. Ну, утром приезжаю к Ворону, он говорит, ну, что я, ну, разговаривал с Келдышем, и что, Келдыш сказал, что это печатать нельзя, они разберутся сами. И что ты, говорит, предлагаешь ему, говорю, печатать, и мы печатаем два полюса жизни, большой материал. Первый, кто позвонил утром, был Келдыш, Мстал Федорович, и сказал, Володя, правильно сделали, никогда никого не слушайте, поступайте так, как вы считаете нужно. Владимир Степанович, я боюсь, мы должны будем разъяснить, в чем суть конфликта была, поскольку нас смотрят сегодня и молодые, и которые, в принципе, могут не знать... Кто такой Лысенко? Кто такой Лысенко и в чем был конфликт? Лысенко – агроном, которого Николай Иванович Вавилов, великий наш ученый-генетик, вытащил на Божий свет. Он быстро поднялся и стал обещать выдающиеся урожаи. Его очень, Лысенко очень подлюбил Сталин. Лысенко доказывал, что весь спонизм организма, вообще вся генетика – это полная чушь, только он готов обеспечить страну хлебом, картошкой и вообще урожаем. В 1948 году, в августе, состоялась знаменитая, в кавычках, сессия «Восхнил», на которой с докладом выступил Лысенко, который осудил всю нашу биологическую науку, всю генетику и, по сути дела, сказал, что его доклад одобрен самим Сталином. Генетика была разгромлена, генетики были выгнаны из всех институтов, из университета, генетику перестали преподавать везде в вузах, и везде пришли люди Лысенко. Это была мракобесия, биологическая мракобесия, и до сегодняшнего дня мы за это расплачиваемся, за то, что власть вмешалась в науку. И Лысенко стал героем, академиком, законодателем МОД. Таким он и оставался. Когда умер Сталин, пришел Хрущев. Хрущеву также Лысенко все рассказал, опять, что он спасет страну с помощью высоких вырожаев. В общем, ну… Но в жизни у него не было научных оппонентов. Были, они были все уничтожены. Это был разгром, разгром генетики. Ну, допустим, тот же Дубинин, один из выдающихся генетиков, вынужден был уехать на Урал изучать птиц. Ему не давали работать по основной специалии и так далее. Рапопорт, известнейший генетик, был выгнан, отовсюду работал дворником, пока его не взяли в закрытый институт. И в вашей статье, про которую вы говорите, вы как раз… Выступил против Лысенко. Это послужило своеобразным сигналом атаки нормализации положения в биологической науке. Я этим горжусь. И в книге Дубинина «Вечное движение», книга мемуаров, он так и написал, что восстановление науки и генетики в нашей стране началось с «Комсомольской правды», с публикации Губарева и так далее. Дубинин стал академиком. Дубинин была присужена Ленинская премия, был создан институт общей генетики, который до сегодняшнего дня работает. Ну, там я не говорю, что это решающую роль сыграло, но это был своеобразный свисток в «Комсомольской правде». Это заслуга, конечно, газеты и Юрия Петровича Ворона, что он решился на такую публикацию. То есть это как раз пример того, что журналистика, журналисты как раз могут быть той самой четвертой властью и влиять на решение, на взрывоносное решение вообще науки, страны, политики. Значит, в советское время это было повседневно. Должен сказать, что ни одна публикация в «Центральной газете» не проходила бесследно. Если это была критическая статья где-нибудь, в любой газете, не обязательно в «Правде» или в «Известиях», главной газете, то это обязательно рассматривалось на месте и сверху контролировалось. Все выступления прессы обязательно контролировались. Это был закон. Это вот сейчас идет болтание такое. Можно поболтать и ничего. Я могу сказать, что если бы публикация по тому или иному случаю была в то время, то обязательно местная власть принимала решение. Они были обязаны отвечать газете, какие меры приняты. Если ошибочно выступала газета, то, естественно, наказывали журналисты, наказывала «Сталинная газета». То есть в этом весь смысл был журналистики. То есть вскрывать проблемы. Да, если это было, раз, просвещать, вскрывать проблемы. И через газеты и через журналистов власть контактировала с людьми. Это была... А ваша цензура? В советское время ведь была жуткая цензура, не было подобного. Цензура чего? Кто это вам сказал? Ну, нам сегодня... Цензура... Цензура в советское время была для того, чтобы охранять государственные тайны. Я вам могу сказать, что, к примеру, я очень положительно относился к цензуре, я воевал непреживно с ними, доказывал, что это можно делать только по-умному и так далее. У меня есть много примеров, будем так говорить, борьбы с цензурой, когда они побеждали, я побежал. Но цензура несла еще положительную роль очень, особенно техническая, особенно научная. Я имею в виду космос. Нельзя было выпускать, нельзя было врать. Это убиралось по-всякому. Но были знаменитые случаи, могу сказать. Первый ядерный взрыв, мирный ядерный взрыв, гашение уртабулагского фонтана, газового мощного фонтана, который горел, вы никак не могли погасить, и он был погашен с помощью ядерного взрыва. Прошли под землей к этому фонтану, взорвали ядерный заряд, скважину пережали, и газ не начал выходить. А сгорало в сутки, это в Бухарской степи под Ухарой, в сутки столько газа, сколько нужно для снабжения города Ленинграда. Вот столько за сутки сгорало. Пережали, и я был на этом эксперименте ядерном. Я написал об этом, приехал к министру. Он говорит, отпечатай там несколько экземпляров. Ну, я отпечатал там в газете штук 10 экземпляров. Он говорит, садись в мое кресло. Это Славский, министр среднего машинного строения. Я сел в его кресло и три часа руководил министерством среднего машинного строения. Было два или три звонка. Ничего себе! А он поехал на заседание Политбюро. Через три часа приехал, протянул, говорит, вот, тебе визы. Брежнев и все остальные члены Политбюро расписались на этом материале. Но, говорит, печатать его нельзя. Я говорю, почему? Говорит, ну, дело в том, что Громыко выступает в Нью-Йорке. Не сказал, что нужно уничтожить всю. Он сказал, что нужно уничтожить всю ядерную взрывчатку, но не сказал об нежных ядерных взрывах. Я говорю, что он говорит, ничего. Когда можно будет, тебе Громыко позвонит и скажет, что это можно. Ну, и как позвонил? Прошел ровно год. Через год раздается звонок в «Комсомольскую правду». Ну, по «Кремлевке», главному редактору. Значит, говорит, где там Губарев? Ну, Панкин. Где Губарев? Найдите Губарева. Ну, меня срочно нашли, я подхожу. Громыко звонит. Говорит, я за вами прислал машину, приезжайте. Членовоз лежает на улицу «Правда». Я выхожу, вся редакция смотрит. Членовоз, машина Громыко, когда сажусь, меня везут в НИД. Через задние ворота въезжаем. Так, в лифт поднимаюсь, встречает помощник, поднимаемся в кабинет Громыко. Громыко протягивает, говорит, можно печатать? Я говорю, я все понимаю, но это было год тому назад. Там все расписались, политбюро, я смотрел, там огромное количество цензуры разной, чтобы там ничего не проскочило. Говорит, поезжайте. Ну, уже не начинавозе, назад поехал на Волге, на черт. Привезли мне в редакцию. Ну, все равно это лучше, чем на метро. Приехал нам в редакцию, уже там паника, уже все нашли, все поставили. Полосу сняли, поставили последнюю полосу в двух шагах от эпицентра. И главкит, цензор, говорит, ни одной строки, ни одного слова не менять. А четыре или пять строк не входят в полосу. И это единственный раз, когда Комсомольская парада выбросили адрес и напечатали полностью. На следующий день я получил премию Союза журналистов СССР, потому что Союз журналистов заседал. Так и решали, кому давать. Так говорят, а вот, слушайте, когда-то Соливан получил полисурженскую премию за взрыв Хиросимы Нагасакиевны. А это первый в истории взрыв, мирный взрыв у нас, Губарев. Так я получил первую премию Союза журналистов СССР. Ее давали один раз, но я получил ее второй раз за Чернобыль. Вот, вот что такое была цензура. Потом была еще одна вещь. Когда мы воевали сильно, например, полет рукавишников Иванова, аварийный полет. Это мои друзья, и Коля Рукавишников, и Георгий Иванов. Они вернулись, но не выполнили якобы задания, их решили не награждать. Это я уже был в правде. И я написал всю правду, как это было в реальности. Подвиг Сатурнов назывался материал. Почти полоса. И было подробно рассказано обо всем. Ну, космическая цензура, естественно, сказала, нет, мы не будем это визировать. Но у нас в правде было право, у редактора правды, было право брать на себя ответственность. И мы взяли на себя ответственность, опубликовали этот материал. Ребята получили второй из «Звездных героев» на следующий день. А редактором в то время был Афанасьев? Афанасьев, да, Виктор. Ну, и я тоже был уже редактором и членом редколлегии, поэтому имел право. И брали мы, пожалуйста, был еще один случай. Был спутник, упал. Наш спутник отказал что-то такое, военный спутник. И там была плутоневая установка, изотопная установка. И он упадал на Канаду. Так, и, значит, начали шуметь. Вот, все заразится там. А я шел, что-то, что, иду по коридору. Что-то, ребята ко мне пристают, говорят, ну, что там со спутником? Я говорю, да, говорю, что не шумят-то ерунду всякую, говорят, там, в Америке, везде. Там защиты нет, он сгорит в плотных слоях атмосферы. Никто никогда не определит, с кого радиация. Афанасьев шел, говорит, Володь, ты чего это? Я говорю, да. Он говорит, ну, напиши. Ну, я написал, что это бред, все нормально будет. Так, он говорит, ну, ты согласуй с кем-нибудь. Я говорю, ну, хорошо, я пришел, снял, у меня уже была Кремлевка. Я позвонил министру среднего машиностроения, общего машиностроения, ракетчику. Никто, не помню, кто Бальмут, по-моему, был в это время. Он говорит, это не наше дело. Это наш спутник, конечно, он говорит, ну, установка атомная. Звони среднем машиностроения, министру среднего машиностроения. Я позвонил замминистра лютому такому. Он говорит, это не наше дело, это дело МИДовское. Я позвонил замминистра МИДа, тот сказал, это не наше дело, это дело космиков. Ну, и не взяли ответственность. Прихожу, Афанасьев, Хрю Виктор, вот так, он говорит, что он дает, давай, говорит, печально, я говорю, давай. Ну, пошел, центр, написал под личную ответственность, расписался, выходит. На следующий день Бжезинский в Белом доме сказал, ну, вот, хоть нашлись единственно грамотные люди. Вот так вправде обликовали и сказали, что все нормально, ничего не будет, потому что американцы были тоже заинтересованы в том, что вы зайдете изотопные источники. Так, совещание в ЦК, где обсуждают какие-то итоги, там, пропаганды. И кто-то из пропаганды, значит, отдела выступает и говорит, вот, очень правильно, значит, поступили, напечатав вот этот материал. Тут же представитель Средьмарша сказал, это мы это поддержали. Все сказали, все хохотали Афанасьеву, я не буду это совещать, но Афанасьеву, говорит, все сказали, что они все за. Говорит, ну, я не стал уже говорить, бог с ним. Поэтому цензура, ну, были вещи тяжелые. Ну, я вам могу сказать, у меня не было, был один только случай, когда мне не удалось пробить цензуру. Это что за случай? Случай, это была посадка нашего аппарата на Венеру. В это время аппарат садится, и оператор сообщает, железо, очень много железа, сплошное железо на Венере. Все в панике. Потом через некоторое время выясняется, что щуп упал на крышку от телекамеры. Крышка отстрелилась, и надо же попасть на щуп, который попал точно на эту камеру. Я, значит, ну, я сделал так, я обыграл этот случай, конечно, с юмором в своем материале оттуда. И вдруг цензура мне это вычеркнула. Я не мог добиться почему, потому что кто-то позвонил там Устинову или еще кому-то, и кто-то сказал, да какая крышка, что позоримся на это, и поэтому уже… А я не мог узнать, кто именно, потому что если бы я узнал, кто именно, я бы, конечно, до него дозвонился, убедил бы, что это нужно делать. Но, с другой стороны, конечно, все зависело от людей, от их образованности, от их умения. Но, честно говоря, вот сейчас я жалею, что нет иногда космической цезуры, честно говоря, или атомной. Почему? Потому что, ну, сейчас это случай под Архангельском, военные вещи, шли военные, естественно, испытания, погибли люди. Вот сейчас начинают там толкаться вокруг этого, спекулировать, пытаются проникнуть. Мне уже обзвонились. Я говорю, я не комментирую вещи, которые представляют государственную тайну, насколько я понимаю, это государственная тайна. Ну, вот, но тем не менее, всех пытаются проникнуть, хотя это никому не нужно, честно могу сказать. Да, вот, кстати, я как раз хотела затронуть эту тему, что действительно у нас случилась авария на подводной лодке, там погибли люди, да, у нас случилась, к сожалению, авария. В Северодвинске. И действительно, социальные сети и вообще страницы интернета кишат страшилками о том, что буквально сейчас там все вымрут, ядерный взрыв, от нас все скрывают. И все это, конечно же, направлено на то, чтобы нас всех здесь вытравить. И, честно говоря, это наводит ужас и панику на людей. И таких публикаций много. И никто действительно не несет за это ответственность. Ну, дело в том, что никто ничего не знает. Весь же парадокс. Так, и, а если им сказать, или правду так, ну, сказали уже, сказал, вроде первое лицо государства, сказал Путин, сказал, что там все нормально. Так, с точки зрения, тем не менее, не верят. Это, я даже не знаю, польза-то никакой, честно говоря, я не вижу в этом. Я лично всегда все проверял. Если мне говорят, полетел и сели инопланетяне в Петрозаводск. Я звоню нескольким людям и выясняю, кто их там встречал. Обеспечили ли встречу инопланетян на достойном уровне. И так далее. То есть, невежество – это страшная вещь. Я вам могу сказать, насколько вторая половина 20-го века – это век разума. Век великих достижений, научных пониманий. Я могу сказать, за эти полвека мы расширили масштабы Вселенной в миллионы раз. В миллионы, даже не в один миллион. Сегодня мы заглядываем с помощью Хаббла и ряда инструментов в самые глубины других Вселенных. Мы думаем о том, как прилетать из одной Вселенной в другую. То есть, мы… Вот когда я был совсем юным, я первый раз влюблялся, там, я не помню, уже стихи, наверное, читал. И сидели на лавочке, смотрели на Луну. И Луна была такой девственной, загадочной, далекой, красивой, романтичной. Сейчас же я смотрю на Луну и знаю, что там 12 человек обходил, что там луноходов тьма, что там бегают разные эти, что мы уже замусорили даже и Луну уже. Я на неё смотрю иначе. Это всё произошло за полвека. Вот это вот… Но разум человеческий много не может понять. Не может понять, что такое чёрные дыры. Не может понять, что такое кротовые норы. Не может понять, что такое столкновение Вселенных. Не может понять, что такое бесконечность. И естественный процесс. Он начинает отвергать всё. Ну, конечно, не летали. Гагарин, конечно, не был первым. Конечно, земля плоская. Сейчас же там треть. Но получается… Это невежество. Это атака невежества. Это архаика. Мы проваливаемся в Средневековье. Но оказывается, просто. Вообще, не надо Средневековье. Это прогрессивное по сравнению с феодализмом. Потому что там ещё был Леонардо да Винчи, между прочим. Там было великое искусство. Мы никуда не проваливаемся в невежество. Невежество в каждом веке своё. Сегодня невежество совсем другое, чем колдовство там и алхимия в прошлом. Сегодня невежество в отрицании и попытке принизить великие достижения. Вот полёт Гагарина – великое достижение. Полёт Нейла Амстронга – великое достижение. Вот хочется это опорочить. Если мы, простите меня, в том же подархангельском создаём принципиально новое оружие. Что такое принципиально новое оружие? Одна атомная бомба или дивизия людей. Вот одна атомная бомба заменяет 20 тысяч человек в вооружённую дивизию. Если мы создаём какое-то суперорожие, то оно заменяет армию. У нас огромная страна. Мы её не удержим. У нас мало народу. У нас всего там 145 миллионов. Поэтому нам нужно это всё. Но страх оправдывает любое невежество. Вы знаете, страх и вот эта вот сегодняшняя политика потребления. Я буквально недавно получила такой комментарий к одному из своих роликов, что вы гордитесь, что вы были первыми в космосе, а народ жил без туалетной бумаги и без всяких там других, множества других бытовых благ. Нашли, чем гордиться. То есть, понимаете, вот сегодня такое ощущение, что люди вообще даже не понимают, для чего космос нужен. Вот главное, чтобы была туалетная бумага и 300 сортов колбасы. Люди, раз бывает, или не знают, или не хотят знать очень простой вещи, что в 1945 году кончилась война. А как она кончилась? Она кончилась двумя взрывами в Хиросиме и Нагасаге. И после этого началась холодная война. И не надо строить иллюзии. Если бы была возможность бросить на нас атомные бомбы, они были бы брошены. Не надо строить иллюзии. А нашли бы оправдание. Вы знаете, как оправдали бомбы в Хиросиме и Нагасаге? Я был потрясен совершенно, потому что у меня была одно время идея собрать в Хиросиме представителей ядерных держав. И я обращался с этим. Даже идея там к Корбачеву, к американцам. И кое-кто поддерживал. А потом вдруг выяснилось, что если это в Японии и у нас, и во многих странах мира Хиросима Нагасаге – символ величайшей трагедии человеческой, то в Америке это и другое символ. Это символ величайшего достижения. Потому что логика простая. Если бы не было атомных взрывов этих, то мы бы, американцы, потеряли один миллион солдат завоевывая в Японии. Таким образом они праздновали. И когда отмечали 50-летие взрывов в Хиросиме и Нагасаге, везде отмечали как трагедия, в Америке отмечали как праздник в этом психологии. И поэтому после войны у нас действительно… Вот я встречался с великими людьми, которые создавали ядерное оружие, со всеми практически создателями ядерного оружия. Они сказали, все были убеждены, что только создание ядерного оружия помогло сбалансировать мир. Так, что бы там заодно… Ну, может быть, Рузвель более разумный, что бы Трумэн сделал, то, что сделал Черчилль. Ну, нас не очень любили всегда. Богатая слишком страна по природных ресурсам, очень мало народа неразумно использует. Ну, поэтому судить на уровне полета Гагарина и туалетной бумаги, это может только обыватель. Ни по ни одной вещи, что если бы не было полета Гагарина, не было бы сейчас туалетной бумаги. Вот весь же… Но почему еще не было? Да нет, вообще весь космос, он везде присутствует. Космические достижения. Один просто простой пример, не наш, к сожалению, у нас нет таких данных. Американский полет на Луну стоил 30 миллиардов долларов. Так, доход приблизительно 300 миллиардов. Один доллар вложенный, в космос 10 долларов дохода. Это на втором месте вообще по прибыли, вместе с торговлей недвижимости. На первом месте торговли недвижимости, на втором – космические исследования. Именно поэтому все страны рвутся в космос. И потому что это не только спутники, не только полеты, не только какие-то престижные вещи. Это прежде всего технологии, новые технологии. Весь атомные дела и космос, вот говорят, два, две ноги, которые идут в будущее, они же определили все. Электронику всю, все компьютерные системы, ну, все, всю нашу сегодняшнюю жизнь определили именно эти две ноги, которые мы шагали. Поэтому лучше не хромать на них. Хороший образ. Да, и вы как раз были у истоков развития обеих. Не я, я писал. Ну, писать. Это я рассказывал. Я старался об этом. Я был этим увлечен, и увлечен до сегодняшнего дня. Мне просто было, было, есть и будет интересно. Ясно. Сегодня уже несколько раз прозвучало слово «Чернобыль». Ой, это отдельная тема совершенно сейчас. Да, вот может, мы как раз на эту тему и поговорим. Прошло 33 года, но тем не менее, тема остается актуальной. Буквально в этом году вышел американский сериал, мини-сериал «Чернобыль». Я знаю, что у вас завтра будет презентация новой вашей книги «Вся правда о Чернобыле». И вот поскольку вы были одним из первых, кто приехал на место трагедии… Журналистов. Журналистов, да. Хотелось бы как раз вот узнать из первых уст как раз, как это было. И, ну и первый вопрос, вы смотрели вот этот сериал американский. Как вы его оцениваете? Ну, конечно, смотрел. Так, я поначалу очень позитивно воспринял. Он действительно напомнил людям о том, что был в Чернобыле, что об этом начались забывать. И в этом большая польза от этого сериала. И большая польза от того, что люди во многом увидели реальную картинку, потому что кино удалось передать кое-какие реальные. вещи. И, наверное, я четко понимал еще одну вещь, что этот сериал создан для американцев. Он не создан для нас. Он не создан для тех, кто принимал участие в ликвидации аварии. Он создан для людей, которые вообще ничего не представляют, что было и кто был ликвидатором. И с этой точки зрения сериал полезен. Ну, по крайней мере, люди узнали, что это такое. Я просто это хорошо знаю, потому что в 87-м году моя пьеса шла по всему миру. И я 20 стран приблизительно объездил. и я видел, как люди относятся к нашей беде, общечеловеческой, как они относятся к Чернобылю, хотя у меня пьеса, не сказано было, что там Чернобыль. Это саркофаг, это пьеса, которая об атомной катастрофе. Но я начал читать «Отклики» на себе и был потрясен совершенно смещением акцентов, что, а главное, говорят так, что этот сериал раскрывает всю ложь, которая была в Советском Союзе вокруг Чернобыля. Что вот он единственный, правильный, значит, это все туфта. Большего количества лжи и неправды я не видел в художественных произведениях и в документальных. Чем в этом? Чем в этом сериале, в этих пяти сериях. В чем здесь дело? Я, как человек, который делал документальные фильмы, художественные фильмы, так как сценарист хорошо слеплен, нет вопросов, но взяты, вот стоит убрать реальные фамилии, стоит убрать Легасова фамилию, Щербина, Игнатенко, Иванов, Петров, Сидоров, и все посыпется. Далее, сюжетно проработан, но с точки зрения художественной литературы, художественный фильм, хорошо, художественный фильм, дайте мне характер, характеров нет. там не люди, там события, которые иллюстрируют те или иные события, характер, а что такое художественная литература. Поэтому, в этом фильме для нас, для американцев, им плевать, кто там, Легасов или нет, но для нас-то мы реальны же, Легасов, Легасова знаем, мы с ним были, он мне оставил эти записи. Вот я как раз хотела сказать, что фильм начинается с того, что Легасов, готовясь к самоубийству, прячет в тайник свои записи, а на самом деле... Легасов написал Гуварева мне. Да, они были отрисованы вам. Тем больше, я с ним разговаривал накануне. А вы чувствовали? Не почувствовал, я до сих пор себя обвиню в том, что я не почувствовал, мы с ним говорили, я знал, что он болен, что у него плохое настроение, я его звал на рыбалку, говорю, поедем на плече его озера, говорю, там идет сейчас плотва идет, от плечка, он говорит, ну, вечно ты со своей рыбалкой, я говорю, ну, рыбалку отключает, ну, нам нужно отключаться. Он говорит, ладно, как-нибудь поеду, я его звал на майские праздники, как раз, на рыбалку. А как вы считаете, какова все-таки была причина этого шага? Ну, я подробно об этом написал. Ну, это депрессия, депрессия в основном раз, и, конечно, тот вакуум, в котором оказался Адегасов. Он оказался в вакууме и с коллегами, и в академии, и в МГУ, и дома. Вакуум вокруг человека, одиночество – это страшная вещь, и оно переживается по-разному. И вот в этот момент, в чем я себя веню, что я его, честно говоря, не вытащил и не выдохнул. Да, просто надо было сесть вот за столом и выпить. Так, а я не почувствовал это. И другие не почувствовали. А он все время замыкался, в себе замыкался, а так как человек сильный, он не подавал вида, что он в депрессии. И он даже учивался по каким-то вещам, а на самом деле это все было… Внутри шел другой процесс, внутри шел процесс типа душевный, и очень трудно всегда разобраться в этом. Вот. Поэтому Адегасов абсолютно не такой. Значит, не говоря о том, что Щербина тоже не такой. Вот если бы я это написал, допустим, тогда что-нибудь, любой этот эпизод, меня бы до сих пор склоняли вдоль и поперек. Причем книжка новая хороша, правда, о Чернобыле, там нет ни одного слова вранья. Это раз, а во-вторых, как раз там очень важная вещь. Я специально поехал в Белоруссию, на Украину, здесь, а так как ко мне хорошо относятся ученые, так я взял первачей, тех, кто реально принимал участие в ликвидации аварий со всеми подробностями и в Белоруссии, и в Украине, и в России. И это дало возможность создать реальную картину. Причем, ну, там, если идет разговор о лучевых поражениях, то там, естественно, у меня академик Ильин, который так в кино профессор Ильин сказал, там есть такая фраза, на самом деле Ильин спас Киев вместе с Израилем, они вдвоем спасли город, вот тут они, они подписали о том, что им надо эвакуировать город, иначе бы еще там миллионы было бы. А в городе была уже начиналась паника? Паника, да. В Чернобыле было все. Дальше, если там идет разговор о лучевиках, пораженных лучевой, то я, естественно, встретился с Ангелиной Гуськовой, так выдающимся нашим ученым, который всех знал от единого человека, которые пострадали. Мы знаем, что 136 человек получили лучевую болезнь, потому что самое главное, самое главное, что им удалось спасти 5 или 6 человек, которые получили по 4-5 смертельных доз. Так они их спасли. Так 28 погибло, да. Далее там идет от сотни, к тысячи, ну, глупости. Во-первых, есть элементарная вещь. Подавляющее большинство беда для ликвидаторов не лучевые, не облучение, а непонятно, чисто это инсульты и инфаркты. То есть люди не могли пережить эту трагедию? Они, ее невозможно пережить, ее масштабы огромные, она коснулась каждого, так, но я, например, не знаю ни одного ликвидатора, с которым мы прошли, ну, чтобы было понятно, я в 86-м году, у меня 40 дней, три нормы. Вы лично получили три? Нет, я ничего не получил, сколько получил, я не скажу, а я был три нормы, то есть под 15 дней, а я был три раза, столько в 86-м, я был в 87-м, в 88-м, и до 14-го года я каждый год ездил в Чернобыль, 26-го апреля, почему, потому что у меня очень добрые, дружеские, товарищеские отношения с Борисом Евгеньевичем Патоном, президентом Академии наук Украины, и он меня всегда приглашал, я всегда ездил, и последний раз я был в 14-м году, а после этого меня не пускают из-за Крыма. Так, вот, поэтому Чернобыль, он настолько великая трагедия, что и настолько у меня много граней, что то, что показано в фильме, это так кусочек маленький, я там ничего не увидел из реальности чернобыльской, я ничего не увидел толкового, честно говоря, потому что ну, все было не так. А как? Расскажите, пожалуйста, что именно, как? Вот, когда вы туда прилетели, как вы об этом узнали? Самое первое ваше впечатление, что первым бросилось в глаза, что запомнилось? Первое, что мне бросилось в глаза, солдатик с удочкой, сидящий на берегу речки, а напротив дымящийся кратер взорванного четвертого блока. Это в городе Чернобыль, ну, вот, сидит, я потрясен был, сидит, ловит рыбу, я его просто буквально чуть не пинками выгнал, потому что идут вертолеты, идет сброс. Вот, я узнал в тот же день, в субботу, так, и я был в курсе всех событий, которые были в Чернобыле, абсолютно, я был редактором правды по науке. Так, я достаточно подробно это все рассказывал в книге, рассказываю, еще раз, мне, честно говоря, к этому не очень хочется возвращаться, потому что очень много было трагического, трагического действительно, потому что эти пустые дома, это пустой город, я за год до этого был в Припяти, выступал там, потом мы с директором, с Брехановым пошли в ресторан, ужинали напротив гостиницы, в которой я ночевал, а потом я уехал, а в следующий раз я уже приехал, там, числа 3-го мая в эту же Припять опять, и увидел это все брошенное, а потом я приехал 20-10 лет спустя, и там уже по площади, по которой мы это уже вырастут, кусты, а потом я приехал через 20 лет, там уже я поставил один стул прямо посреди площади, где-то после, в первую этот стул стоит 30 лет, в последний раз я его видел 25 лет, смотрю, приезжаю, стоит тот самый стул, который я поставил, на который я садился и смотрел на эту картину, как зарастает город, так, и уже видно березы на балконах, и уже рушатся балконы некоторые, и уже город, где нельзя, зарастает улица, и тебе уже нельзя ходить грязно очень, ну, радиоактивная грязь очень. Современные обыватели очень боятся радиации, они только от одного произнесенного только слова, мне кажется, уже получают облучение, вы были там много раз, и вы не боитесь получения. Я знаю, где многое. Вот расскажите, что такое радиация? Радиация – это очень много разных вещей, абсолютно, есть внутренняя радиация, есть внешняя радиация, это вот, есть очень сильные потоки, лучевое поражение, это когда человек попадает в потоки, как пожарные, почему они погибли, потому что они гасили и стояли в потоках излучений, а телятников, их начальник бегал между ними, тем самым спас себе жизнь. Он убегал, то получал, он убегал, и получал. Вот, есть внутренняя радиация, то, что связано и очень опасно это, потому что это через молоко обычно идет, и что было опасно в Чернобыле, это именно молоко от коров, потому что попадая в молоко, они попадают внутрь организма и внутри работают как источник уже радиации, внутренней радиации. Есть частицы, которые поражают глаза, и поэтому есть одна из самых больших бед при облучении, это зрение, конечно, это так называемая потеря зрения лучевого. Вот, но подавляющее большинство людей никогда не имела и не имеет и не будет иметь с большими потоками радиации, которые представляют опасность для жизни. Каждый из нас набирает дозы, ну, у всех там рентген, говорят, самолет, так, ну, действительно, полет из Москвы в Париж приблизительно это однодневная норма получения радиации в Чернополе. А, допустим, прогулка по набережным Невы, это уже двух, потому что там высокий фон очень на набережной в Неве, в Питере. вот, ну, мы произошли благодаря радиации. Не было бы радиации, не было бы человека, не было бы людей. Значит, я могу сказать совершенно точную вещь. От радиации погибло 28 человек. 134 всего получили лучевые поражения более 150 рентген. Практически они все, никто из них от лучевых поражений не умер. Есть люди, которые набирали огромное количество доз, например, постепенно, за всю свою жизнь. Например, Ефим Павлович Славский, министр среднего мошенства и легендарный человек, которым едва не дожил чуть-чуть до 100 лет, у него было около 10 смертельных доз набрано. Харитон, там, все, которые, я знаю одного, он сидел вот здесь, вот, Микерина, который прошел аварию 57-го года в Челябинске на Маяке, который прошел Чернобыль, который работал на радиохимических заводах, а радиохимические предприятия самые опасные, где люди получали большие дозы, так, но на подземном заводе в Красноярске 26, он был руководителем, который набрал черти, сколько, я говорю, слушай, ты до сих пор, Микерин, хорошо выглядишь, он говорит, это радиация убила во мне все плохие микробы. Радиация вещь очень сложной, мало изученной, но страхи вокруг этого сильно преувеличивают. Главное знать одну вещь, не надо лезть к тому, где высокие радиационные поля, или четко представлять, что ты можешь получить, какую дозу ты можешь получить. Вот было ясно, там был рыжий лес в Чернобыле, вот поездка по рыжему лесу стоила приблизительно полурентгена. Вот у меня был Вася, шофер, у нас была эта машина, я говорю, дуй, я говорю, Вася, фон поднимается, включайся, и он побыстрее, надо быстрее, быстрее было радиации не нужно бояться, потому что в тех дозах, которые у нас существуют, это в основном медицинские дозы, они даже очень полезны, потому что они убивают раковые опухоли, это единственный способ, чем можно сейчас убить, но просто нужно знать, что это такое, для этого надо взять книжки, очень много книжек, учебник, посмотреть, что это такое, невежество, вот дети, больше всего пострадали дети чернобыльские, почему в Чернобыль, выделился радиоактивный йод при взрыве, он действовал две недели, через две недели полураспад йодры, йод у нас маленько, у детей маленькая щитовидка, были препараты, не йод, а препараты йодистые, которые принимаются и наполняют обычное, и тогда радиоактивный йод не попадает в щитовидку, так вместо того, чтобы давать эти препараты, давали йод, обжигая слизистые оболочки у детей, и больше всего, честно говоря, пострадали дети, потому что было уже ясно, что, к сожалению, детей не защитили во всей этой зоне, и радиоактивный йод попал в щитовидку детей, детей, и эта щитовидка могла вызвать онкологию щитовидной железы. И скачок действительно произошел раз в 10 приблизительно у детей, тех, которые были дети, позже, через 5-6 лет, это было ясно, что это не сразу, а через некоторое время. Но для этого мы договорились, Чернобыль отозвался во всем мире, весь мир с тревогой смотрел и помогал нам. Я вам могу сказать, я был в очень многих фондах, входил туда, просто консультировался и так далее, консультировал, следил за... Поставили японцы на миллиард, поставили во все поликлиники трех зон аппаратуру для изменения детской щитовидки. Бесплатно привезли, подарили, распределили, потом мы через год поехали, две трети аппаратуры было разворовано, угроблено, никто не мерил. Читала в нашей книге, что газета «Правда» как раз инициировала отправку детей Чернобыля на море и откликнулись в том числе и иностранные государства. это было так. Мы были 4 человека в Испании накануне, в общем, пригласили нас писатели и там мы были с Олесием Ивановичем. С Олесием Ивановичем нас позвал министр здравоохранения Испании и сказал, чем мы можем помочь Чернобыле? Мы говорим, не надо ничем помогать, мы все справимся. Ну, возьмите детей на месяц, пусть они покупаются, поездят фрукты, лечить не надо, мы сами все справимся. и была приглашена первая партия детей в Испанию, а не месяц чернобыльских. Потом это движение пошло во всей Европе. Я вам могу сказать, я, в общем, был замглавного редактора «Правда». Если я вам скажу, чем я занимался 19 августа 2001 года, это, конечно, феноменальная вещь. у меня сидела группа детей в Чкаловском на аэродроме, которые должны были лететь в Геную. Их там ждали в семьях на месяц. Самолет у меня отняли. Был вы. Я звоню Язову, министру обороны, говорю, у меня отняли самолет, у меня дети. Он говорит, да ты что, с ума сошел здесь, вот Путина. Я говорю, знаешь что, я уже не помню, какой мальчик если мы пропущем, все забудем, если мы не отправим этих 40 детей, которые ждут Гену, и как и что. Ну, отдал приказ, чтобы самолет не выделили. Но не пропускали нигде в Европе после событий эти, поэтому пришлось лететь через Болгарию вот так вокруг, но 19 августа 2000, да? 1991. 1991. Я отправил детей в Гену, и их там встретили, и горжусь до сегодняшнего дня. Чуть-чуть вы оговорились, да, это был август 91-го, в августе, в Пуче. Да, да, да. В ПЧП. Ясно. Но я также читала, что эта история с отправкой детей не очень хорошо закончилась. Почему? Нет, не конкретно это, вот август, а вообще, я имею в виду... А, ну, потом все извратили, потом уже начали отправлять не чернобыльские, детей чиновников, но я уже в этом не участвовал, меня уже выгнали отовсюду, так? А уже кончилось это дело, по-моему, из Питера отправили чиновники, отправили всех своих детей в Германию, и там возмутились. Раз, во-вторых, мы, он у меня было договоренно с институтом Хиросиме, так, и они все время, несколько лет, три или четыре года, принимали по пять человек детей из Белоруссии, Украины и Брянской области, и я всегда подписывал, они меня просили, так, я входил там в фонд какой-то и прочее, а потом меня же выгнали там все, я же коммуняк встал, так, я же с правдой, меня же сделали вообще изгоем, ну, и вот, и мне уже из Японии, говорит, звонили, говорит, Владимир, а в чем дело, я говорю, а что такое? Говорит, да вот прислали пятнадцать человек, но ни одного нет ничего вместе с родителями, они не имеют никакого отношения к Чернобылю, я говорю, ребята, и на этом все, они поставили крест, много это было, это потом воровали, это страшное дело, у Толи Карпова приносили ему там счета разные, якобы, хотя мы все это делали бесплатно, естественно. Вы имеете в виду шахматиста? Да. Анатолия Карпова? Да, ну и так далее. Ну это, Чернобыль, это же одна грань, и жуликов тьма, а потом все пошли в это, вы знаете, была страшная вещь, вот ко мне в мае месяце приезжали на работу и в Киеве, и в Чернобыле, люди расспрашивали, да, разные вещи, через месяц, два, начали все писать, ну я правдист был, правды все, начали ругать, говорить, что я все неправ, мне даже пришлось ехать на съезд писателей Украины, где говорили, чуть ли там безобразие, персоны Монграда сделать его, так, они сделали персоны Монграда Израиля и Ильина, которые спасли город, могу сказать так, потому что, если бы они не написали бумагу, что эвакуировать, не надо было бы жуткой вещи, ну вот, они сделали, меня сделали, персоны Монграда обвинили во всех смертных грехах, но это классический вариант. Нет, а какая цель была, почему вас обвинили-то? А надо было кого-то обвинять, как и сейчас, как в этом кино. За правду. Как в этом, правда же, значит, правда все врет, я вам могу сказать. Я сегодня подпишусь под каждым своим словом, которое я передавал из Чернобыля, о чем я писал из Чернобыля. Да, я не все знал, но знал гораздо больше, чем другие. Так, потому что я был информирован, занимая просто такое место в правде. Ну, на меня писали доносы, там, меня пытались дважды исключить из партии. Восемь часов шло обсуждение моей пьесы в Доме ученых, там, чего только не было. Но, сегодня я подписался под каждым словом, который я, и под каждым своим поступком, которые были в Чернобыле. Могу сказать совершенно точно. Мне бы как раз хотелось, чтобы вы рассказали еще и о другой грани Чернобыля, что в самом, вот, среди, ну, как бы, ликвидаторы, вот, ликвидация аварии, это, в общем-то, такой большой подвиг нашего народа, и, ведь там, туда ехали не под дулами автоматов, как это часто представляется, и в том числе в этом сериале, туда ведь ехали добровольцы, и их были тысячи. Значит, я, честно говоря, не знаю, сколько платили, говорят, пятикратка была. в пять раз больше платили, но мы все же деньги отдали в пользу детей Чернобыля. Мы даже не знаем, сколько платили. Я, например, не знаю. Так и ни копейки не получал, и так же и большинство. Насчет того, что гнали, все было, могу сказать, но было трудно, люди боялись, и это тоже было естественно, и я, например, никогда не осуждал, это право, человек испугался, честно сказал, нет проблем, я никого не посылал, например, своих там сотрудников. Так, столько меркантильности, ну, не было этого, могу сказать совершенно. Ну, точно не было. Вот грамотки, которого недавно, к сожалению, сняли, директор станции, который работал, мы с ним познакомились в 86-м, и он со своими ребятами, сам из Томска, до сих пор работает на Чернобыльской АЭС, он сказал нам, это был вызов нам, что мы не можем с этим совладать, а мы можем, и мы совладали с этим. И я могу сказать, что главное ощущение от Чернобыля не страх, так, не какие-то героизм, это все чушь, главное ощущение из Чернобыля, что мы сделали то, что невозможно сделать. Мы же закрыли блок, вот там, говорят, киборги бегали, да, бросали, на самом деле, что же было на крыше? Дело в том, что после взрыва выбросили активность на крышу, и уже сделали почти стены саркофага, и должны были перекрывать. И для того, чтобы не оставить активность снаружи, надо было ее сбросить внутрь, четвертого блока. И вот то, что делали солдаты, и что же делали пять тысяч человек, прошли через крышу это. Ну, если они прошли пять тысяч, пошли к дозе, там очень внимательно заследили. Это уже сразу предел дозы? Нет, не сразу, иногда несколько выходов было. Там рассчитывалось 25 боевых, так называемые, единицы. Там был Самойлин, о котором мне говорится в этом фильме, который стал героем Советского Союза за очистку этой крыши, потому что он не тараканов, не генерал, а Самойлин, когда все организовывал ученый. Юрий Николаевич, и он гражданский, не военный. Ну, он все это организовывал очень грамотно, очень четко, вот такой парень великолепный совершенно. Но нужно было сбросить в жерло четвертого блока, потому что после этого крышу перекрывали. И 31 декабря по этой крыше мы ходили. Понимаете? По крыше четвертого блока по 30... У меня даже где-то кадры есть. Ну, я не знаю, где сейчас, да? Ну, там ведь еще были и ваши коллеги, которые снимали все это. Да, конечно. И заходили в четвертый блог. Ну, это потом уже. Это уже после майские события. Самый тяжелый в Чернобыле, это был, конечно, май. Это было очень тяжело, было неясно. А потом уже стало все понятно. Скажите, а как власти, как правительство отреагировало на ситуацию в Чернобыле, на этот взрыв? Кто-то приезжал? Значит, очень хорошо, четко работал, конечно, Рыжков, Николай Иванович, большая умница, все правильно делал. Так, Легачев реально принимал во всем этом деле участие. Сам устранился от всего этого дела. Горбачев почему-то, он ничего не понимал, что происходит, и почему-то считал, я с ним говорил, как раз, и он почему-то считал это выпадом против него. Вот, я не понял, почему, но он ничего не понимал. вообще. То есть, он считал, что атомную станцию взорвали против него? Ну, в общем-то, да, вот они эти физики, идиоты, вот, ну, не специально взорвали, но вот так и получилось, что это против его перестройки, и он же трусил, это же как Ельцин, они же оба струсили, и тут ни другой не ездили, они трусы, по натуре, они испугались просто приехать. Ельцин вообще на секундочку появился в Брянской области и сейчас потом станет президентом. Горбачев тоже самое. И вообще, между прочим, опять об этом не говорят, но театры отменяли, московские театры отменяли гастроли в Киеве. Там Пугачева, говорят, потеряла голос. Да она была в Зеленом мысе, она не была в Чернобыле. Это станция, где отдыхали люди, выведенные в чистой зоне. Да, в 30-м километровую новую. А на самом деле первыми приехали два песняры, они выступали в Чернобыль. Был Леонтьев, был Камзон, была Патриса Касс. Даже она? Да, она приехала в Чернобыль. Не, Зеленый мыс. Зеленый мыс 130 километров на берегу в море. Киевского. Вот. Но подавляющее очень большинство отменяло гастроли в Киеве летом. Потом начали говорить, какие они все герои. Хренасили, это все было. И это тоже была реальность. Так, а потом уже, потом, когда все уже закрыли, появилось огромное количество специалистов, которые начали говорить, что все мы делали не так, что надо было все иначе, что вот если бы они, если бы им доверили, да никого там не было. На этом деле делали политические карьеры, я просто не буду называть фамилии, но некоторые люди, которые вообще там не были, становились депутатами и там, и здесь, и вообще на этом деле именно. А почему не называем фамилии? Да могу и назвать, господи, что там вот. Несторон знает свои истории? Да не так знают все. Знают. Ну, хорошо. Вот, кстати, к вопросу о причине взрыва. Это много. Это самая главная причина, что нельзя было станции передавать из Атомного Министерства в Минэнерго. А главная причина отсутствия воинской такой дисциплины, которая нужна на этих реакторах. Дело в том, что мы же нищая страна. Мы создали боевые реакторы, на которых нарабатывали плутонии. Такие реакторы стояли и в сибирских комбинатах, и на маяке. И на основе этих реакторов были сделаны гражданские реакторы. Но они требовали очень четкого исполнения инструкции. они требовали практической воинской дисциплины, которая существовала, естественно, в режимах Средьмаша. Как только передали Средьмаша, так то появилась масса людей, которые не профессионально не могли, были плохо подготовлены профессионально. Тем более Киев рядом, прекрасное место, божественное место, Чернобыльске и Припять, это сказка, по блату устраивали, все это было. Так, не относились к этому. Я всегда провожу один простой пример. Вы можете назвать 10 актеров? Можете. Назовите одного главного оператора атомной станции, которых в европейской части страны много. А ведь от актеров не зависит наша жизнь, зависит наше мироощущение, да, а от оператора зависит жизнь. Не знаю, даже тех, кто рядом живет. Пока это не изменится, представление о том, что самые важные люди в нашей стране, те, от которых зависят. Даже командир самолета называет свою фамилию, правильно, когда взлетаем, вот. А здесь нет этого. У нас очень много опасных производств, это не только атомные станции. Да, ну вот я слушала интервью Игоря Острецова, и он как раз в одном из своих интервью сказал, что указал на причину взрыва, что это были недостатки проектировки вот именно именно этого реактора. Не типа реакторов, а конкретно вот этого реактора. И что якобы это, ну, он предполагает, что это могла быть провокация США. Да ерунда. Ну, зачем это американцам? Ерунда полная. Кстати, четвертый блок Чернобыльской АЭС был лучшим блоком во всей атомной энергетике этих реакторов. Более того, Брюханову создание этого блока предполагалось дать героя социалистического труда. это был самый надежный, самый лучший блок. Дело вот в чем. Там, когда прошла легкая авария на Ленинградской АЭС, там поняли, что с концевиками есть проблемы. И они получили распоряжение изменить конструкцию. и они бы это сделали во время ремонта. А это произошло до этого. Это одна из тоже причин была. Поэтому американцы, если при чем, американцы к счастью в это время еще не успели сделать систему звездных войн. И пока она не сделана, которая контролирует всю планету. потому что мировая война термоядерная началась бы первый раз в январе 1986 года, если бы такая система существовала, когда погиб челленджер. Абсолютно надежная система. Абсолютно совершенная машина. Машина, которая не может погибнуть, которая не может быть аварии. И она погибает, экипаж погибает. Ясно, что это сбили русские, если там стоит эта система. Правильно смотрят? Понятное дело, что или русские. В 26 апреле взрывается Чернобыль. Абсолютно надежная станция. Как говорил Анатолий Петрович Александров, научный руководитель, такие реакторы можно ставить на Красной площади, они абсолютно безопасны. Ясно, что это американская система, ясно, что это дважды два повода было для начала Третьей мировой войны, если бы мы, как сейчас мечтаем, передали всю власть компьютерам, так называемому разуму, умному. Если бы сработала кнопка просто себе. Конечно, этот разум, этот робот, который там летает, я вернулся, нажал бы кнопку тут же. Вот все, Соль, поэтому надо знать фамилии главных операторов атомных станций, и тогда все будет нормально, люди должны пользоваться авторитетом, мы должны им доверять. Хорошо. Владимир Степанович, вот мы сейчас затронули фамилию наших руководителей Горбачев и Ельцин. По сути, это два человека, которые сегодня в нашей стране ассоциируются с предателями и с разрушителями Советского Союза. И существует такая точка зрения, что разрушение Советского Союза как раз и началось с Чернобыльской адрес. Значит, разрушение Советского Союза действительно связано с этими именами, потому что они его разрушили. Так, будучи во главе государства началось несомненно раньше. Оно началось с той поры, когда к власти и высшее руководство власти начали приходить люди малообразованные, но обрадающие огромной властью. Я не берусь судить о сталинских временах, я просто видел Сталина однажды во время демонстрации и все. Так, не могу судить и не имею права никогда к ним. Но я знаю, что был, например, Булганин, Маленков, Хрущев. Люди абсолютно необразованные в атомных делах, в атомной стране. То есть, они соответствовали времени. Далее пришел Брежнев, который был образованным человеком на первом этапе, потому что он был секторем ЦК по оборонке, он хорошо знал оборону, и так, более того, в 2002 году на знаменитом совещании в Крыму, когда решалась судьба о будущем, он принял разумные очень решения, доверив Янгелеву, доверив Челомея, оборону страны и так далее. Это было разумно. Но потом он попал в маразм после инсультов и после всего остального. И опять во главе оказались люди, которые не понимали. Я просто их видел однажды всех вместе, это было ужасно. Сидели очень старые люди, которые ни хрена не понимали в этой жизни и ни в чем в общем. Вот с этого началось. В этой же среде вырос Горбачев, в этой же среде вырос Ельцин. Так, Горбачев малообразованный человек, хотя кончил МГУ, но он кончил гуманитарные факультеты и так далее. Так, ничего он не понимал в этом деле. Ельцин тем более. Ельцин просто алкоголик, а так с этим как. Вот. И когда во власть приходят такие люди, то страна не может выдержать ничего. хрен, 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 за